Яркие, творческие, талантливые в Магнитогорске в 21-й раз прошел городской конкурс «Музыкальная горошина», организатором которого выступает первичная профсоюзная организация группы ПАО ММК ГМПР. В этом году в нем приняли участие больше 250 детей в возрасте от 4 до 14 лет. А после на сцене Дворца культуры Дженни Кидзе состоялся галоконцерт и церемония награждения победителей. Подробнее расскажет наш корреспондент. На сцене самые лучшие и яркие номера завораживает своим восточным танцем коллектив «Амрита». Каждый из ребят показал, на что способен. В их исполнении восточный, индийский, даже арабский танец. Среди трех красавиц нашелся и султан Сулейман. В начале девочки вставали в виде статуи и по времени оживали. А потом меня Нелли позвала, и я исполнил свой сольник. Валерия Погорелко и Алексей Евченко занимаются в коллективе «Танцующий город» уже 7 лет. И все это время танцуют в паре. Сегодня они исполнили испанский танец «Пасадобль». История у него очень непростая. Сначала я танцевала с человеком, с которым я была влюблена. И потом, через некоторое время, появляется человек, который мне не нравится, то есть Ториадор. И я от него вообще не хотела с ним быть никогда. И в конце он меня решает убивать. Она умеет танцевать. Опыт больше, чем у меня. Мне нравится танцевать. Такое расслабление и экстрим. Конкурс «Музыкальная горошина» прошел в этом году в 21-й раз. В нем приняли участие дети-члены профсоюзной организации группы «Паума МК», а это больше 250 человек. Звезды нашли среди танцоров, вокалистов, чтецов и в оригинальном жанре. Самое главное, что это довольны детские лица. И это праздник для них и для родителей. Главная цель, которую мы ставим перед собой. Мы всегда принимаем предложения. После окончания конкурса постоянно проводим опрос, над чем нужно поработать. И мы совершенствуемся из года в год. Отборочные туры проходили в течение двух дней. Оценивало участника профессиональное жюри. Это представители концертного объединения, театра оперы и балета, цирка, дома кино. Обращали внимание на все. На артистичность, музыкальность, а также на то, как себя ребенок держит на сцене. Ну, конечно же, у ребят на сцене это волнение. Кто-то справился с этим волнением, кто-то не справился с этим волнением. Конечно же, от этого и зависят баллы. Безусловно, все ребята очень способные. Хотелось бы сказать, что ребята, те, которые не будут, к сожалению, сегодня отмечены, но они, безусловно, очень способные. На Гала-концерте показали около 20 лучших номеров. Одним из ярких было выступление 11-летнего Алексея Неронова. Парень в этом конкурсе участвует 7 лет. В этот раз исполнил песню «Шли солдаты на войну» с элементами фланкировки. Рассказывает, номер могли придумать родители, а он ответственно готовился к нему полтора года. Я настроена только на победу и победу. Хочешь победить? Да. А почему считаешь, что уже можно победить? Ну, потому что я к этому стремился 5 лет. И других выходов у меня нет, потому что я практически всегда получил первое место, а в прошлом году третье место получилось. И у Леши все получилось. Гран-при конкурса «Музыкальная горошина» в его копилке. «Музыкальная горошина» в его копилке. В каждой номинации определили победителей. Все дети получили дипломы, памятные подарки и традиционные апельсины – символ конкурса. А главное – настоящий праздник и порцию хорошего настроения. Каждому, каждому лучшее берется. Катится, катится голубой водой. Лада Дубовик, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.